Приветствую всех, с вами Хулдэм, и мы продолжаем проходить игру Мертвый город Продолжаем свое выживание, ну точнее не выживание, а переписку с выжившим В зомби-апокалипсисе По имени Сэм Давайте вперед Кстати говоря Да, тут можно убрать некоторые вещи, цвета Но я не буду убирать звук, иначе это будет слишком неинтересно Доброе утро, хоть и не очень-то оно и доброе Выспался? Нет Нет Где-то вдали еще были выстрелы Я полагаю, ты понимаешь, что это не есть описание спокойной ночи Я хочу выбраться из этого города Как ты думаешь, стоит ли мне сначала проверить место, откуда доносились выстрелы? Блин Разве это не опасно? Проверить или не проверить? Разве это не опасно? Вчера тут было много мертвецов на улице Когда я выглянул недавно, улицы были полностью пусты Странно, да? Знаете, давайте попробуем пойти проверить Если пусты Все улицы пусты Скорее всего, они все пошли на выстрелы, что вероятно Ну или разбрелись по разным другим местам Но надо проверить, мне кажется Пойди проверь Иди проверь, пожалуйста Ну ладно Буду надеяться, что я сейчас не убью персонаж своими выборами Может, тогда мы поймем, что тут произошло ночью До скорого Пропускаем Ок Я сейчас стою на перекрестке Откуда были выстрелы По крайней мере, я так думаю Тут гильзы везде валяются И кровище И нет трупов? И нет трупов? Нет, но судя по количеству крови На асфальте чувак попал в того У кого В кого стрелял Попал в того, в кого стрелял И все мертвецы, которые были здесь вчера Когда они Куда не делись? Их увезли куда-то, что ли? Столько вопросов Пофигу, я направляюсь к границам города Ты не поверишь, но Я, кажется, только что увидел Анну Что? Не, серьезно Я абсолютно уверен Она живая? Она только что скрылась за одним из домов Ну как это возможно? Ну подожди Ее укусили Мне кажется, что она зомби Ну ее укусили, черт возьми У нее была лихорадка Это ведь, ну блин, это факты Это уже не Анна Что ты имеешь в виду? Укус изменил ее И она стала одной из них Ну да, передача, братан Ты думаешь, что как зараза-то распространяется Через укус И болезни Это тоже странно Что как только ее укусили У нее лихорадка началась Она стала одной из них Это многое меняет Теперь мне следует быть еще осторожнее Я попробую добраться до границы города Хочешь пока поболтать? Я бы хотел узнать тебя получше Конечно, что ты хочешь узнать? Хэм, дай подумать Ну, стандартные вопросы У тебя есть братья Или сестра Да Классно Я со своим братом Кори Все время дрался Один раз мы так поссорились Что он не разговаривал со мной три недели Да Да, он никогда не уступал в споре Предпочитаешь ночь или день? Ночь Я тоже Собаки или кошки? Кошки Кошки Хэм, у меня никогда не было кошки Кофе или чай? Я люблю кофе Но большую часть Я пью чай Из-за этого все-таки чай Я все-таки чай Не мое Я предпочитаю кофе Было приятно Я дошел до границы города Значит, есть два варианта Значит, есть два варианта Либо я иду прямо по шоссе Либо я иду по краю леса У обоих вариантов есть свои преимущества Идя по улице, я могу найти магазин Или что-то подобное Пройдя по краю леса У меня будет больше прикрытия Чем на открытые дороги Но это также означает небольшой обход Что скажешь? По улице опасно Мне кажется, лучше идти по краю леса Перестраховаться Потому что реально идти по улицам Очень опасно Подожди, по улице? Он же говорит по дороге По шоссе Либо опасность Либо безопасность Давай лучше безопасность Я выберу безопасность Мы все равно играем в игру Может, потом я переиграю Иди по краю леса Хорошо Ага, ноги уже болят Я свяжусь с тобой Если будет что-то интересное Не волнуйся Ничего не случилось Вот он и вернулся так Вообще ничего Но пойми меня правильно К этому до... Я этому даже рад Я просто ненавижу Оставаться наедине со своими мыслями Я понимаю Хочешь поговорить? Конечно Знаешь, чего я не могу осознать? Нет Чего? Не хочу показаться неблагодарным Пойми меня правильно Уверен, что я жив Только благодаря тебе Но, Анна Ты знал, что так будет? Что она станет одной из этих тварей? Это интуиция Ну и факты Ого, да Да, мне повезло, что Ответил именно ты Неважно, спасибо Без тебя я мог бы закончить, как она Ладно, я свяжусь с тобой позже Ну Ну, главное, он рад Он такой Нет на месте Ну что ж, давайте вперед Ну, по параде Давайте я немножко Отодвинусь на время Поговорить Ну, по параде тут Ну, странно, что он сам не догадался бы Ну, ладно Я очень пытаюсь, по параде Мне очень интересно Как мы тут наберем Как мы с ним сможем И нормальное отношение Сделать Что-то случилось? Ты тут? Что-то случилось? Не совсем Я думаю, тут Кто-то недавно был Тут следы колес на траве Они ведут прямо в лес А вот это вот я побаиваюсь Блин, ну интересно, конечно Ну, блин Это опасно Я очень побаиваюсь Что Сэму очень не повезет Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Что мне выбрать? Так, ладно Надо думать Эх, эники, бэники, ели вареники Лучше иди дальше Это опасно Ага, кто знает, куда эти следы Могли бы привезти меня Нет слов Насколько я рад, что не пошел по дороге Кто знает, что там со мной могло случиться Фух, как я устал ходить Кроме того, погода очень жаркая А вот тут, подождите, это нельзя Это типа, вдруг говорят нам, что я правильно выбрал, что мы не пошли по следам Ладно Кроме того, погода очень жаркая Мне надо было поискать велосипед в городе А ты любишь кататься на велосипеде? Ну, я, конечно... Да Да, я не против, когда-то катался Серьезно, если честно, я ненавижу Мой старший брат Кори пытался научить меня кататься на велосипеде, когда я был ребенком Я первый раз... В первый раз я просто свалился через пару метров Падение было довольно жестким Представляю, как он там охренел Мы до сих пор смеемся над этим Я говорил тебе, что он в армии Нет, видимо, забыл Так он тоже был в бункере? Нет, не было Кажется, его там никто не знал Хотя он довольно-таки большая шишка В любом случае, я давно его не видел Надеюсь, он в порядке Надеюсь, он в порядке Ну, не буду больше тебе докучать Еще спишемся Планы изменились Я наткнулся на ферму Блин Какую ферму? Такая с кукурузным полем и сараем Ну, типичная ферма, знаешь Больше ничего не могу сказать Я слишком далеко А что в ней интересного? Не хотел тебя тревожить Но не мог продолжать идти по дороге Там была куча мертвецов Такая куча, что обойти их было бы невозможно И мне бы совсем не хотелось Бродить тут посреди ночи Я понимаю Минуток через пять я буду достаточно близко Чтобы рассказать больше Все будет норм, увидишь К тому же у меня есть ты Так Я сейчас прямо перед фермой И пока на меня не напал ни один разъяренный фермер с вилами Пока что я даже не знаю, живет ли здесь кто-то Загляни в окно Ок, сейчас Кажется, я что-то увидел Просто тень Не знаю, чья это тень Мертвого или живого Вот черт, гром Похоже Надвигается ливень Только этого не хватало Еще одна причина Найти укрытие Проверь, не заперта ли дверь Да ладно тебе Каким надо быть отбитым Чтобы не запирать двери Во время апокалипсиса Забудь, что я сказал Она открыта Что теперь? Войди Буду надеяться, он не сдохнет Пожалуйста Я знаю себя Я еще тот, еще слубок Сэм отошел Должен признать, что меня пугает этот дом Там кто-то есть Я слышу шаги Во-первых, я в порядке Прости, если мое резкое исчезновение Заставило тебя волноваться Но я реально Подумал, что мне конец Я рад, что ты цел и невредим Эм, спасибо Ты очень понимающий Слушай, я не могу сейчас переписываться Я просто хотел дать тебе знать Что со мной все нормально Я все объясню позже Через минут через тридцать Так, извини за то, что выше За то, что выше Но сперва я должен был объявить Объяснить двум хозяевам Кто я такой И что я делал у них в сарае Хозяевам? Хэнк и Луиза Хозяева фермы Как ты, наверное, понял В сарай внезапно кто-то вошел Оказалось, это были хозяева фермы Хэнк и Луиза Они следили за мной с момента Как я пришел Я объяснил им ситуацию Сначала они отнестись скептически Но потом пригласили меня Переждать ночь у них в гостиной Что-то меня это настораживает Да ладно, я очень рад их гостеприимству Они даже пригласили меня на ужин Тушенка, я в раю Я не верю ничему из этого всего Я буду скептически относиться Да, они любезны и дружелюбны Но раз ты так говоришь Я буду осторожен Я свяжусь с тобой, когда буду в гостиной Через час где-то Почему я начал сомневаться? Потому что обычно в зомби-апокалипсисах Фермы ни к чему хорошему не ведут Опять-таки отсылки на ходячих мертвецов Те же эти Бейкеры или как там какие фермы были Людоеды Меня сразу отпугивают Я только что закончил ужинать Если тебе интересно То это была вкуснятина Было что-нибудь необычное? Ну, они хотели все разузнать обо мне Где я был, как выжил Потом спросили у них Потом я спросил у них Почему их не эвакуировали военные По всей видимости Они не знали ни о какой эвакуации Как им удалось выжить? Не спрашивай об этом В гостиной пара дробовиков на стене Но я сомневаюсь, что Хэнк Вообще сможет их удержать в руках Я не рассказал тебе о самом странном Самом странном моменте Когда мы кушали, я услышал какой-то грохот Как будто прямо под нами Упало что-то тяжелое Но Хэнк и Луиза Притворились, что не слышали Так, продолжаем Нормально теперь Сейчас дозапишем Наконец-таки нормально А потом я дальше делами займусь Уж извините Дел довольно до хрена Будь внимателен Буду, не волнуйся Я думаю, если бы они хотели навредить мне Они бы уже это сделали Более того, сейчас не лучшее время уходить Некоторые мертвецы из той толпы Подошли слишком близко Шансов выжить снаружи сейчас почти нет Похоже, ты застрял в ловушке Утешил У меня не покидает мысль, что я где-то уже видел Хэнка А может, ты действительно видел? Не, вряд ли Да и хрен с ним Мне надо поспать немного Я отправлюсь завтра в путь Как можно раньше Я что-то слышал Не знаю, что это был за звук Но он разбудил меня Тот же звук, что и раньше? Думаю, да Но не уверен Да и Хэнк с Луизой пошли спать Несколько часов назад Иди проверь, что там На, давай Иди проверь, что там Окей Сон пропал Сон и так пропал, получается Я только что видел, как Хэнк вышел из подвала По крайней мере, я думаю, что это дверь в подвал Что он там делал посреди ночи? Очень подозрительно Еще как Ох, я уже чувствую боль Думаю, мне стоит туда заглянуть Напишу позже Так Ты не поверишь Тут человек Черт, такого я не ожидал Он привязан к стулу Что? Блин, моя интуиция подтвердилась Да, я серьезно Я, бля, серьезно Кажется, он военный По крайней мере, на нем камуфляж Что ты там еще Что ты еще там видишь? Кто-то нацепил мешок на его голову Он весь в крови Если это кровь Его ли это кровь? И там разные странные инструменты рядом с ним Хэнк пытал его, что ли? Сними с него мешок Он очнулся Он умоляет меня развязать его Вот черт, кто-то идет сюда Хэнк, он возвращается Развяжи его Прости, что пишу только сейчас Но я не мог написать раньше Так, что получилось? Он спас военного? Ты не представляешь, что тут в подвале было Ты в порядке? Да, спасибо Насколько это возможно Учитывая происходящее Это была жесть У меня руки до сих пор трясутся Тебе подробно или кратко? Давай подробно Когда я развязывал пленника Открылась дверь Это был Хэнк, как ты уже понял Он орал на меня Спрашивал, что я наделал Что там не должно Что меня там не должно было быть В тот момент Солдат, который, как мы думали Был без сознания Неожиданно набросился на него Он схватил меня И вытащил наружу Объясняя, что мне нельзя Там оставаться Вокруг Всюду были мертвецы Мы бежали в лес После чего он все мне рассказал Он был в военном эвакуационном отряде И был ответственным за сбор людей В безопасном месте Но только не Хэнка С Луизой Хэнк убил его коллег И оставил его самого живым Чтобы спрашивать Про бункер и мертвецов А, блин, он не каннибал Бля, я думал, он каннибал Блин, я думал, он каннибал Не знаю, зачем И думаю, ты никогда И думаю, что никогда не смогу В любом случае Я сейчас посреди леса С солдатом Который, кстати, ушел спать Несколько минут назад Он через многое прошел Последние несколько дней Он присоединится к тебе? Ну, военному, честно говоря, больше доверяю Военному как-то доверяется больше Нет, он возвращается в бункер По крайней мере, он так говорил Опять одиночество? Вот черт Сомневаюсь, что он доберется Туда в таком состоянии Он намекнул, что военные Потеряли контроль над вспышкой Не нравится мне это Он тебе что-нибудь еще рассказал Про Хэнка? Ему показали фотку молодого парня Незадолго до того, как его взяли в заложники Хэнк, должно быть, настаивал на том Чтобы военные Военные Что военные, зная Где искать этого человека Знали, где искать этого человека И он был необычно заинтересован В вспышке Что скажешь? Хэнк, наверное, искал своего сына Что вероятно, этот человек, скорее всего, сын Я видел какие-то фотографии с молодым парнем У них в доме Это возможно Но уже поздно что-то выяснять Я не вернусь на ферму Мне надо радоваться, что я еще жив После всего этого Через несколько часов Начнет цветать Хочу немного поспать Выйду на связь на рассвете Хорошо? Хорошо Спокойной ночи Ну давайте вперед продолжим Ой, а вот и третий день Подождите Ты не представляешь Насколько плохо я спал Господи Что-то случилось? Кроме того, что я чувствую себя хуже, чем вчера Нет Солдат ушел, кстати Должно быть, пока я спал Настроение такое дерьмовое Настроение такое дерьмовое Я понимаю Да, ситуация хреновая У нас, блин У Сэма нет ни места, где заночевать Он находится в лесу В полном одиночестве Без оружия Без еды Ой, боже Я на поляне Я на поляне Вокруг ничего, кроме деревьев нет Нет Погоди секунду Погоди секунду Тут следы Они ведут прямо к тому месту, где я спал Может, это солдат натоптал? Не Тут есть И его следы Тоже Нет сомнений Они принадлежат другому человеку Погоди Я смотрю их поближе Так Я абсолютно уверен Что рядом со мной Был незнакомец Его следы Очень близко К тому месту, где я спал по крайней мере он тебе не навредил к счастью не навредил но я думаю он следил за мной меня беспокоит это как он вообще меня в темноте увидел может у него был фонарик возможно как ты думаешь стоит ли мне идти по следам это может быть опасно 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 идти ну во первых этот незнакомец блин а кто ну подожди он его не убил сэма он не убил этот незнакомец он почему-то следит за ним но почему и почему он его не убил а вот тут я сомневаюсь а вот тут теперь сомнений побольше если с той дорогой где были следы машин я сомневался потому что ну блин это все таки ну как бы непонятные следы хрен знает кого этот а тут хотя бы этот чувак как как ни странно дал намек на то что он более менее мирный главному герою ну так кажется потому что но он его не убил странновато я не знаю знаешь не не буду я давай лучше дальше пар должен быть продолжим нет ищи дорогу хорошо я конечно хотел бы знать кто тут был ночью но мало ли к чему это любопытство может привести я нашел местечко для пикника оно расположено прямо у большого озера если бы не апокалипсис сделал здесь было бы очень кайфово не хочешь отдохнуть немного хотел пока не увидел домик на колеса на колесах на нем на нем быстрее будет а может владелец еще внутри осмотрела поближе я тоже об этом подумал вообще я уже при я уже бегу прямо перед ним вообще-то я уже прям перед ним дверь не открывается в этот раз не повезло с дверью там никого нет у тебя есть идея как попасть внутрь если там просто рукоятка туда я отдыхала с семьей в таком трейлере однажды вечером папа случайно захлопнул дверь короче мусс услышали щелчок это закрылась щеколда повезло что мама была внутри и могла просто открыть ее и как ты собираешься добраться до щеколды ну так совпало что одна из вентиляционных сеток рядом с дверью ну так совпало что одна из вентиляционных сеток рядом с дверью мне нужно просто ее снять тогда может быть я смогу достать до щеколда рукой есть что-нибудь под рукой если бы было бы я бы уже все сделал поищи что-нибудь я вижу только мусор мусорное ведро я вижу только мусорное ведро обыщи мусорку представь себе ну тут просто куча мусора неожиданный поворот в скобочках нет продолжай поиски слишком шумно под одним из колес был башмак может это для того чтобы не использовать ручник это помогает избежать ржавчины тогда когда долго стоишь на одном месте в общем приложив немного усилий я смогу снять сетку с помощью этого башмака и кого-нибудь какого-нибудь камня пожелай мне удачи ого получилось должен признать я удивлён будь осторожен я конечно как и всегда но мы уже сдружились с ним это меня даже радует как-то мне не терпится узнать что там окей я в трейлере тут просторно сразу вижу в зажигании нет ключа ну ну да это было бы слишком шикарно хм где бы сталось где бы ты стал искать ключи опиши что там в передней части салона только два варианта бардачок и сон и солнцезащитные козырьки в задней части есть холодильник небольшой буфет шкафчики кресло дверь которая скорее всего ведет в туалет давай в передней части салона поищем поищи в передней части салона за козырьками ничего не было только зеркало кстати я ужасно выгляжу я нашел фонарик в бардачке я заберу его хоть это никак не поможет завести машину тогда остается только задняя часть салона я обыскал шкафчики и буфет но ключа там не было холодильник кстати был совсем пустой но я нашел дневник может он расскажет мне про хозяина этой машины или по крайней мере про то что с ним случилось на нем зашел засохшая кровь прочти его мне в этом году я отвечаю за наш дневник путешествия это всегда была задача томми но мама говорит что это поможет мне улучшить мой почерк это сложно но мама говорит что это важно поэтому я сделаю все возможное сегодня был хороший день я познакомился с девочкой с девочкой ее зовут эмма мы вместе играли на озере но потом подошел томми и потянул ее за волос за волосы я не знаю почему зачем но потом мама с папой пригласили эмму и ее семью на барбекю и мне это понравилось сегодня к нам прибежала собака собачка томми играл с ней целый день я был расстроен потому что я тоже хотел но томми мне не разрешил он наверное завидует меня потому что в этом году мама разрешила мне вести дневник путешествий папа сказал что мы не можем взять собачку с собой потому что ее уже точно кто-то ищет сегодня семья эмма уехала домой потому что мама эмма чувствует себя нехорошо я буду скучать по имя вчера песик убежал я все еще сержусь на томми и я надеюсь что она скоро вернется томми плохо но мне не но мы не можем вернуться домой потому что папа сказал что с колесом что то не так мама вызвала доктора но он еще не пришел надеюсь отдых в следующем году будет лучше мама с папой ушли в лес с томми я думаю томми томми ударил папу мама сказала не покидать трейлер надеюсь собачка вернется и смогу с ней поиграть значит это ужасно это лучше бы я не читал богу известно что случилось с тем ребенком я должен я даже не могу представить насколько он был напуган пожалуй пойду тут больше нечего ловить ну хочешь поболтать давай хоть как то поболтаем разрядим обстановку да очень ты знаешь как поднять мне настроение о чем поговорим почему ты покинул бункер ну изначально мы то есть не зараженные должны были прятаться в бункере защищенные и прикрытые военными конечно но это только изначально но потом начали происходить странные вещи людей уводили и больше они не возвращались военные об этом умалчивали или втирали всякую дичь типа это больные люди и т.д. обстановка там была леденющей ты буквально мог почувствовать страх людей новенькие новеньких поселенцев приводили в разные части бункера да и то это всего лишь слухи однажды когда мы с Анной шли за наши порции еды мы наткнулись на конфликт между мужчиной и солдатами солдатам было приказано забрать дочь этого мужчины он крепко схватил ее руками и постоянно повторял что она здорова продолжай один из солдатов достал пушку и пристрелил его прямо на наших глазах теперь понятно девочка рухнула на пол вместе с телом отца затем они ее забрали в ту же ночь мы с Анной сбежали мы не знали что нас ждет снаружи но это никак не изменило бы намерение Анны во время эвакуации ее дочь была с родителями где-то на севере анна уже спланировала побег когда прибыла в бункер и наверное обошла бы весь мир чтобы вернуться к дочери несмотря ни на что я никогда не забуду взгляд в глазах той девочки жаль же слышать такие вещи угу это был пиздец иначе не скажешь что-то там не чисто я не мог остаться я просто должен узнать что с моей семьей я понимаю по правде я не буду говорить что каждый сам себя поэтому мне пришлось уйти даже если моя семья если с ними что-то случилось я должен знать о дорога я узнаю город хоть что-то радует мы отличная команда ну справляемся пока что и не говори учитывая что миру приходит пизда мы не удивли мы на удивление неплохо справляемся я думаю буду на границе города где-то через час тогда где-то тогда где-то через час напишу такс товарищи я думаю пора нам уже подходить к концу а то видеоролик уже мне кажется затянулся на минут сорок а то затянется он еще там на минут сорок фиг его знает надеюсь вам понравилось да видеоролик что-то уже на сорок минут идет ладно пофигу будет подлиннее мне прям интересно хочется все играть и играть интересненько ситуация прям все развивается из-за того что у меня пиратка я могу проходить все без остановок так интересно как такое прям полноценное кино раз за разом смотришь ладно надеюсь вам понравилось посмотрим по активу на вот это вот серии и на еще серии по семи дням если ну результат будет более менее даже получше предыдущих ну или хотя бы более или менее по статистике хотя бы по просматриваемости и другим вещам будет хорошо то значит я продолжу ее проходить ну скорее всего я вообще буду ее в любом случае проходить потому что мне нравится но максимум я только могу просто подзатянуть немножко и подзабыть про нее и сосредоточиться на тумане и досквуде ладно посмотрим что будет дальше ставьте лайки или дизлайки пишите комментарии критикуйте предлагайте варианты как можно улучшить качество видеороликов предлагайте игры для прохождений я буду все учитывать заглядьте в описание там будет ссылочка на дискорд сервер или не дискорд сервер по доки доки буду рад вас там видеть и разумеется не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик так вы о новых видео знаете и пополните нашу маленькую и крепкую семью и будете и поможете видеоролику в продвижении и с вами я конечно и с вами я конечно же не прощаюсь скоро увидимся